Универ ТВ Для университетского и российского сообщества неделю Старт официально объявленного в стране года науки и технологий В студии Салават Мухаммадолин и сегодня мы расскажем Скорее всего в начале, наверное, будет называться высшая школа промышленного дизайна Подготовка промышленных дизайнеров, садик для аутистов, новые клиники и лаборатории Какие новые направления в работе анонсировал ректор Казанского университета? Стар! Перезагрузка завершена Перезагрузка в науке Как открыли год науки в Татарстане И что станет главным в развитии научной среды в КФУ? Какая вакцина лучше всего? Это та, которая есть Быть или не быть прививки Почему так важно вакцинирование в борьбе с коронавирусом? Моя жена все-таки мой лучший друг Химическая реакция семейной жизни Любовные истории, центральным героем которых оказался Казанский университет Открытие высшей школы промышленного дизайна Появление научной клиники в области стоматологии Исследовательский центр по работе с детьми с аутизмом Собственный технопарк Кампус по изучению космоса Это лишь немногие новые направления, которые планируется открыть в Казанском федеральном университете уже в этом году Ректор Ильшат Гафуров на встрече с журналистами республиканских изданий Рассказал о том, как университет пережил события, связанные с пандемией И прононсировал предстоящие события, которые ждут учебное заведение Так сколько заработал университет? Где появится технопарк? О будущей жизни КФУ расскажет Роза Зарипова В кабинет по лечебной физкультуре у нас в детском саду планируется не только психолого-педагогическое сопровождение, но и медицинское сопровождение Через пару месяцев в этом спортивном зале активно восстанавливаться физически и умственно будут особенные детишки При университете начнет работать сад для детей с расстройствами аутистического спектра Это уникальный проект для КФУ, Республики и даже России Уже создана исследовательская группа ученых при КФУ, которая занимается проблемами аутизма Кроме тотального наблюдения, развития и помощи для детей, этот проект станет практической площадкой для студентов и педагогов В этом детском саду будут установлены в ресурсном центре веб-камеры И будет трансляция индивидуальных занятий с ребенком, транслироваться на площадку институтов по запросу преподавателей И в рамках преподаваемых дисциплин студенты, не выходя из стен институтов, смогут увидеть ту работу, которая ведется в данном детском саду Еще одно открытие последует ближайшей осенью. Двери распахнет научно-исследовательская клиника в области стоматологии У нас есть стоматологический факультет в составе института, но собственной клиники не было И это будет что-то прототип научного прецензионного центра Кроме того, появится большая возможность для реализации вузовских стартапов К концу года мы станем свидетелями запуска нового технопарка Благодаря поддержке руководства республики лично Рустам Маргаревич нам переданы один из выставочных залов WorldSkills И там мы будем формировать технопарк, площадь более 18 тысяч квадратных метров Космические подарки от вуза будут и для ценителей космоса, звезд и неба Сейчас обсерватория имени Энгельгарта проходит проверку на включение ее в список ЮНЕСКО Здесь идет работа по запуску особого кампуса, где помимо всего будет лыжная база и велосипедные дорожки Построили в свое время планетарий, да, и планетарий просто является якорной точкой А молодые люди и дети приезжают из разных регионов, им где-то надо переночевать Вот в частности мы будем там читать отдельные лекции для них К слову о бюджете университета стоит задача выйти на полное самообеспечение вуза за счет собственных проектов, идей и разработок Мы закончили прошлый год с бюджетом почти 13 миллиардов рублей и половину этой суммы мы заработали сами Стать конкурентоспособными. Этот курс был взят университетом еще в 2013 году Именно поэтому сегодня КФУ готовит не просто специалистов, а многопрофильных Они необходимы для полилингвальных школ республики Тем более, что в республике объявлен год родных языков и народного единства Хочу сказать, что сегодня по заказу республики мы готовим таких специалистов в разных предметных областях Но задача поставлена такая, чтобы они не только могли вести, допустим, физику на татарском языке Или математику на татарском языке Они могли точно так же вести и физику, и математику на русском языке И желательно и на английском языке тоже Это большая нагрузка как на преподавателей университета, так и на студентов Поэтому принято решение, и благодаря поддержке Рустама Маргаревича Сегодня республика доплачивает стипендию в размере 15 тысяч рублей ежемесячно Будущим абитуриентам тоже есть к чему присмотреться Университет открывает новое направление – промышленный дизайн Готовить таких специалистов начнут уже с нового учебного года Либо она будет называться институтом, высшей школой дизайна Никакой разницы нет А вот стопроцентного возвращения к старому формату обучения не будет Отметил ректор КФУ Это когда все занятия проходили в стенах вуза Действительность такова, что нужно быть готовым к внезапным условиям пандемии При этом у студентов всегда будет выбор Подключиться к занятию онлайн или всегда оставаться в офлайне Роза Зарипова, Булат Садыков, Алексей Румянцев КФУ. Итоги недели День науки все российское сообщество отметило 8 февраля Именно в этот день был дан старт Году науки и технологий Объявленный указом президента России Владимиром Путином Год науки должен изменить ситуацию в научной сфере Уверены и чиновники, и сами ученые Как считают, в академической среде наконец-то начнутся серьезные сдвиги в российской науке Чтобы она могла справляться с мировыми глобальными вызовами в любой сфере Кстати, научный прогресс – катализатор реального сектора экономики У Татарстана мощный научно-технический потенциал Объем расходов на научные изыскания за последние 10 лет в республике увеличился кратно до 18 миллиардов рублей По количеству научных организаций республика – один из лидеров по Волжье И один из важнейших центров научно-инновационной сферы – Казанский федеральный университет Какая перезагрузка ожидает студентов? Сам университет и все научное сообщество республики в нашем следующем репортаже Почти три столетия большой науки России Ее зачинателем стал реформатор Петр Первый Когда своим повелением 8 февраля основал Академию наук Именно этой дате и приурочен День науки Особое же звучание он приобрел в этом году Провозглашенным президентом страны Годом науки и технологий Три, два, один, встал! Перезагрузка завершена Перезагрузили в университете первым делом студенческое кружковое движение Решено было открыть специальный центр, который будет отвечать за вовлечение молодых в науку Именно с малого, с кружка, где можно попытаться реализовать свои самые дерзкие идеи И начинается путь в большую науку Презентация больших возможностей – то, чем может гордиться университет Каждое структурное подразделение вуза показало, на что оно способно Привлекали в свои ряды новых адептов науки, как могли Для системы высшего образования необходимо наращивать научно-технологический потенциал страны А это развитие приоритетных направлений, фундаментальных и прикладных исследований Это отметил и президент Татарстана на расширенном заседании Совета по образованию и науке Мы часто говорим о том, что мощный научно-технический потенциал Наряду с развитой промышленно-производственной базой и обширным сырьевым комплексом Является одним из важнейших конкурентных преимуществ нашей республики По общему количеству научных организаций Татарстан занимает лидирующую позицию в нашем округе Совокупный объем расходов на научные изыскания за последние 10 лет увеличится кратно На отметке 18 миллиардов рублей Мировые рейтинги научных достижений измеряются несколькими параметрами Наукометрика, так называется один из них В основе количества и качества публикации в индексируемых базах данных Это инструмент для отслеживания цитируемости научных статей Россия сейчас находится на девятом месте в мире по общему числу публикаций При этом Татарстан показал быстрые темпы наращивания результативности 62% Динамика прироста от республики почти на 7% выше среднероссийских показателей Больше половины публикаций приходится на Казанский федеральный университет Есть еще один параметр финансовый, тесно связанный с продуктивностью и востребованностью наших исследований В случае с фундаментальными разработками в нашей стране финансирование обычно идет в основном за счет различных грантов За 5 лет в России расходы на научные исследования и разработки из федерального бюджета выросли на 11,3% и составили 489 миллиардов рублей В республике Татарстан общие расходы на научные исследования и разработки возросли практически вдвое Рост научного потенциала и развитие высшей школы будет продолжен, если университеты будут расширяться, открывать новые актуальные направления Производительность ученых будет расти, для этого нужны ресурсы, идеи, а главное кадры Просим сделать общее фото Айрат Габитович, Суз Сыскабиреля Вот так при полном зале всего академического сообщества Татарстана чествовали 15 лауреатов государственной премии в области науки и техники Среди них и ученые Казанского университета получили премию ученые за работу в двух историко-археологических комплексах в Свияжске и Болгарах Гаудамас, гимн студенчества, как призыв привлекать вреды науки молодых Ведь именно их пытливый ум приводит к открытиям и новым свершениям Удержать молодых ученых в республике, дать им возможности роста – одна из главных задач Разные программы и формы социальной поддержки, как пример тому Один из них – конкурс «Лучший молодой ученый» В этом году был отмечен 21 исследователь, трое из них – представители КФУ Это сотрудники, занимающиеся разработками в области физики, математики и нефтегазового дела Лейсан Абдульна, КФУ «Итоги недели» Сегодня КФУ представлен в 9 предметных рейтингах «Таймс» из 11 возможных По охвату уступает только МГУ, он в 9 О чем говорит этот рейтинг? О широте научных разработок, то есть сколько областей наук рассматривается в том или ином ВУЗе А главное – насколько они успешны в этих сферах Также университет получил право на создание научного центра мирового уровня В области рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты На каком этапе реализация проекта и в каких еще отраслях будет задействован Казанский федеральный? Об этом мы поговорили с проректором ВУЗа по научной деятельности Данисом Нургалеевым Здравствуйте, Данис Карлович Здравствуйте КФУ в прошлом году выиграл грант на создание научного центра мирового уровня Звучит прямо, скажем, громко Расскажите, пожалуйста, на какой стадии реализация проекта? Да, действительно, научный центр мирового уровня – это звучит громко и гордо, да? Это научный центр мирового уровня по эффективному освоению запасов жидких углеводородов всей планеты Научный центр проекта стартовал в прошлом году, в конце года практически уже, да? Но, тем не менее, мы план работы за прошлый год выполнили Это был большой объем работы, естественно, мы работать начали немножко раньше И, конечно, на самом деле, мы находимся сегодня на начальной стадии этого большого проекта Почти шестилетнего проекта, в котором поставлены глобальные такие большие задачи Не только российского плана, но вообще для всего мира Если сказать по-простому, то это разработка технологий Поиск, разведки крупных и гигантских месторождений Которые находятся, чаще всего, в неисследованных территориях Это вот Сибирь, Восточная Сибирь, большая часть, да? Шельф морей, не только российский шельф, но и африканский шельф, антарктический шельф И других континентов, туда включаются И, во-вторых, это повышение эффективности разработки уже известных разрабатываемых месторождений Которые находятся на поздней стадии Как создание центра отражается на работе самих преподавателей учебе студентов И работе ресурсодобывающих компаний? Ну, во-первых, масштабы, да? Вот вы говорите, как отражаются студенты, преподаватели Дело в том, что проект по масштабам, он большой Он сам по себе даже гигантский, можно назвать его, да? Во-первых, это по сумме, во-первых, по поставленным задачам И, в-третьих, конечно, по масштабу вовлечения специалистов И по особенностям молодежи в этот проект Всего мы планируем, что в проекте будет работать, скажем, да? От 300 до 500 человек Только вот здесь, в Казанском федеральном университете А кроме того, у нас есть еще три партнера, да? Это Сколковский инсульт науки и технологий Губкинский университет, Уфимский университет И еще там будут работать То есть, наверное, будет более тысячи человек Будет вовлечены в этот проект Среди этих людей, вот, привлеченных Во-первых, очень много будет ведущих ученых Зурнебежных и российских И, конечно, молодежи Я полагаю, что молодежи примерно вот за все это время работы Пройдет около 70% молодых людей Будет, то есть, числа работающих Это будут молодые люди Это будут магистры, аспиранты, бакалавры Которые будут в качестве лаборантов, инженеров Научных сотрудников работают в этом центре И, конечно же, преподаватели Тем более, что этот центр, он направлен не только на создание технологий Но и на передачу этих технологий Не только в нашей стране, но и во всему миру Раз уж говоря о глобальном мире То нельзя не вспомнить, что КФУ ТОП-100 предметного рейтинга QS Расскажите, пожалуйста, как это отражается сейчас на работе Потому что, я так понимаю, ниже этой планки Уже опускаться мы не можем Во-первых, это обязывает не выйти из этого рейтинга Это очень сложно, потому что все выделяют рейтинг Все сейчас стремятся попасть в этот рейтинг Потому что в мире очень много хороших университетов Не все университеты там представлены, конечно Хорошие университеты И, кроме того, мы, конечно, очень много работаем Несмотря на наши маленькие размеры Мы по связи с бизнесом в России И вот с зарубежными едиными компаниями Наверное, мы являемся, в общем-то, сегодня лидерами в России То есть и по объему исследований И по разнообразию вот тех услуг И научных исследований, которые мы можем сделать Для компании Делая сегодня акцент на Институте геологии и нефтеказовых технологий Расскажите, пожалуйста, какие задачи перед ним стоят в текущем уже году? Да, дело в том, что Институт геологии и нефтеказовых технологий В этом консорции, в этом НСМУ Он занимает такое главенствующее положение Во-первых, сам НСМУ создан внутри Института геологии Это головная организация, которая включает все четыре университета И эта структура располагается именно в Институте геологии и нефтеказовых технологий И поэтому, конечно, максимальное влияние Вот это вот, значит, проект, он окажет на Институт геологии Россия единственная страна, у которой есть три вакцины от коронавируса С собственной разработки На этом своем выступлении 8 февраля заострил внимание Владимир Путин Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины Это крупный научный успех, отметил глава государства Но еще значимее то, что в стране смогли развернуть производство препарата Организовать массовую вакцинацию И главное, научным достижением могут воспользоваться как россияне, так и граждане других стран Одним из первых в Татарстане, кто организовал вакцинацию на рабочем месте, стал Казанский университет Я сейчас не случайно снял пиджак и еще закатаю рукав Все потому, что с нами в студии медсестра, медсанчасти КФУ Гульнара Кошапова Гульнара, здравствуйте! Здравствуйте, Салават! Так, что мы сегодня мне будем вкалывать? Мы будем вам сегодня ввести вакцинацию гамм-ковид-вак Это спутник ВИ или эпивак? Спутник ВИ А, ну это я слышал, ладно Это больно? Это совсем не больно Как обычный укол, в принципе? Как обычный укол, сделаем внутримышечный плечо Ну ладно, буду надеяться, что все будет хорошо Не бойтесь Ага, и все? Вот и все На самом деле все очень просто, а мне нужно соблюдать какие-то ограничения? В течение трех дней вам нужно будет избежать посещения сауны, бани Не мочить место инъекции, не употреблять алкоголь и избежать физических нагрузок Ну, алкоголь и физические нагрузки, конечно, ко мне не относятся Ну и когда мы в следующий раз с вами встречаемся? Следующая вакцина на 21 день, также внутримышечно Большое спасибо, Гульнара Пожалуйста Ну а мы давайте посмотрим наш следующий сюжет и узнаем, как получить спасительную прививку и в чем ее эффект Операция «Вакцинация» у нее свои герои и свои волонтеры Прививочная кампания, стартовавшая по всей стране, стала темой номер один и в Казанском федеральном университете Решат Гузейров, проректор университета, одним из первых пришел на вакцинацию к врачам Правда, далеко идти не пришлось В университете работают выездные бригады медиков Получить свой укол здоровья можно, не отходя от рабочего места На именно месте проведения своего рабочего места работник мог прийти, сделать вакцину, по сути, без отрыва от производства Потому что мои друзья, кто работает в разных структурах, они в основном ездят по месту жительства То есть специально уходят с работы, чтобы съездить, стоят в долгих очередях и так далее Удобство – не маловажный фактор, особенно в момент сомнений и раздумий, а нужно ли прививаться Ведь вакцина новая и не все побочные эффекты известны На этом строят свой главный контраргумент антипрививочники Люди, которые в принципе не принимают научного подхода в медицине Зато ответ на этот вопрос знают те, кто в борьбе за жизнь, стоят в ежедневной вахте в красной зоне Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь Не на жизнь, а на смерть велась борьба среди ученых всего мира в процессе сначала изучения коварного вируса А затем в момент создания вакцины И впервые в таком единении выступили все мировые державы, ведь на кону жизнь их граждан Но и здесь Россия стала одной из первых, которая разработала не одну, а целых три вакцины В России на данном этапе лидерами в гонке по вакцинам являются три вакцины Безусловным лидером является спутник В от центра Гомолея Вторым является вакцина от научного центра Вектор в Новосибирске И третья вакцина, которая сейчас завершает клинические исследования, это вакцина от центра Чумакова Какая вакцина лучше всего, это та, которая есть Все три вакцины созданы на разных технологических платформах Например, эпиваккорона на работе пептидов Основа искусственно синтезированный фрагмент белка коронавируса После прививки у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам, то есть фрагментам коронавируса Вакцина центра Чумакова – это инактивированный вирус Берется настоящий вирус, убивается, затем используется для активации иммунной системы Но основная вакцинация в стране идет пока с использованием первого препарата – спутника ВИИ Спутник ВИИ, например, из центра Гомолея на основе аденовируса Когда другой вирус, безопасный, то есть его, условно говоря, кастрировали Несет один единственный ген коронавируса, который и вызывает иммунный ответ Конечно, надо настроиться на то, что нужно пройти вакцинацию Потому что последствия, которые приведет сам вирус И даже при благоприятном исходе этого заболевания К сожалению, прогностически Дальше давать стопроцентный результат, что прошла инфекция и мы все забыли К сожалению, так не получается Зато получится защитить свой организм, если к вакцинации подойти ответственно Нельзя прививаться тем, кто заболел У кого обострились хронические заболевания Или имеют аллергию на компоненты препарата Все это проверяет врач перед тем, как послать пациента на прививку После положительного заключения медика Человек может получить первую часть вакцины Вакцинация проходит в два этапа Проводится введение первого компонента вакцины Через 21 день введение второго компонента вакцины Соответственно, считается, что через 42 дня нарабатывается достаточное количество антител Чтобы защитить человека от заболевания Выездная вакцинация преподавателей и сотрудников Казанского университета продолжается Мобильные прививочные пункты организуются в зданиях институтов КФУ В том числе и в филиалах вуза Ежедневно медики успевают прививать около 100 человек Лейсан Авдульна, КФУ, итоги недели Академик Российской Академии Наук, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев избран выдающимся членом американского астрономического общества В этой высшей категории фамилии чуть более 200 ученых Имя Рашида Сюняева известно всему мировому научному сообществу Он автор одной из астрофизических теорий Исследователь ранней Вселенной И без его участия невозможно представить современное освоение космоса Он является научным руководителем масштабного проекта Спектр рентген-гамма Который должен помочь в создании карты Видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне Электромагнитного излучения Астрономы Казанского университета Также принимают участие в этой программе Какие еще события произошли на неделе в КФУ В нашем дайджесте Казанский федеральный университет с рабочим визитом Посетила делегация Россотрудничества Во главе с Евгением Примаковым Руководитель федерального агентства Ректор университета Ильшат Гафоров И вице-премьер республики Василь Шехразеев А также проректоры Обсудили возможные направления сотрудничества Евгений Примаков высоко оценил уровень Научной и образовательной деятельности КФУ И предложил организовать еще одну встречу А именно, чтобы обсудить опыт Высшей школы журналистики университета В проведении обучающих тренингов И семинаров для журналистов Стран ближнего зарубежья Поле огромное, во-первых, самое очевидное Это большое количество иностранных студентов Которые обучаются здесь Необходимость обучать русскому языку Лучше всего заранее, конечно, на той территории На тех странах, откуда они сюда едут Мы тоже сегодня обсуждали Как сделать там подготовительный факультет Ну или что-то вроде того Для подготовки студентов, которые приезжают Не только в Казанский университет, в принципе, в Россию КФУ получил авторское свидетельство На учебный корпус русского языка Ученые федерального создали Первую в России базу данных В которую вошли 150 учебников Из перечня федерального Государственного образовательного стандарта По 10 предметам Корпус русского языка призван Установить золотые стандарты В соответствии учебных текстов Казанские ученые разработали Технологию утилизации и хранения Попутного нефтяного газа Что это? Есть газ, который растворяется в нефти Его и называют попутным Сейчас большинство компаний его сжигают Что и приносит вред экологии Наши ученые разработали формулу и порядок действий По которым хранение и транспортировка Этого попутчика Станет существенно дешевле, чем сейчас Исследованиями занимались сотрудники Научного центра мирового уровня Рациональное освоение запасов Жидких углеводородов планеты Как держать себя в кадре Привлечь внимание зрителей и подписчиков И правильно задавать вопросы Ответы на этой неделе звучали В высшей школе журналистики КФУ Здесь прошел фестиваль «Мести медиа» С мастер-классами выступили Известные в республике и стране журналисты Форум собрал больше 200 человек из медиасферы С музеем Казанского федерального Начали знакомство в Англии, США, Германии И еще в 16 странах мира КФУ стал одним из организаторов Международной онлайн-программы По обмену опытом музейными специалистами Культурный ток Три семинара уже прошло Заключительная онлайн-встреча Запланирована на 19 февраля В России вступил в силу закон О борьбе с распространением В социальных сетях ложной Или противоправной информации Под его действия попали владельцы соцсетей Суточная посещаемость которых превышает полмиллиона человек Соцсетям теперь придется вести мониторинг материалов Где есть упоминания или кадры с детской порнографией Информация о наркотиках Способах совершения самоубийства Рекламы онлайн-продажи алкоголя Блокировки подлежат и призывы к массовым беспорядкам Под запрет попали и фейковые сообщения Кстати, крупнейшие мировые компании Уже запустили собственные программы Которые блокируют недостоверную информацию Чем удивили соцсети на этой неделе И что пишут в мессенджерах Нам поведает Леонид Толчинский В авторской рубрике Смотрите сами Последние недели на медиапросторах идут стинания Мол, нужна, очень нужна нам всем площадка Для разоблачения фейков Но это когда-либо ложь, либо полуправда Либо откровенная чушь Влетают в медиапространство И никто не понимает, как бы верить этому или нет А еще многие озаботились строительством площадок Для диалога с несогласными чем-либо И первая и вторая идеи Хоть и несут себе некие изъяны Ибо вызывают массу дополнительных вопросов И претензий к их авторам Но все же не лишены смысла Вот мы и решили А чего страдать-то и размышлять И предлагаем в качестве одной такой маленькой площадки Для войны с фейками и глупостями Не с уразицами И, как следствие, с недопониманием Нашу совсем короткую рубрику в программе Сейчас все краткое о моде Твиттер и Телеграм Стили набрали обороты Вот и у нас Не будем размазывать манную кашу По белому столу, как говорил герой Бабеля И лаконично станем на излете недели Предлагать зрителям самим посмотреть и послушать Что же такое всплывало в медиапространстве Откровенно изумительного и несуразного Поехали Я сидел дома И по обыкновению не знал, что с собой делать Чего-то хотелось Не то конституции Не то севрюжины с хреном Не то взять бы, да, ободрать кого-нибудь Заполучить бы куш хороший И в сторону А потом, глядя по времю Либо севрюжины с хреном закусить Либо об конституции помечтать Ах, прах бы ее побрал, эту конституцию Как ты около нее не вертись А не дается она, как клад в руки Кажется, миллион живых севрюжин легче съесть Нежели эту штуку заполучить Это не я сочинил Это книга о праздно шатающихся Салтыкова Щедрина И вот уже полтора века без малого прошло А мысли о вон они какие современные Впрочем, с учетом современных же технологий Я бы первую строку немного перефразировал Я сидел дома и по обыкновению Не знал, что с собой делать Чего-то хотелось Не то конституции Не то севрюжных с хреном Не то взять бы, да Обругать кого-нибудь в интернете Анонимно И ведь точно так же Живет и смотрит на мир Немалое число тех Кто предпочитает Открытому диалогу, дискуссиям А уж тем паче реальным делам Выдавать диванную аналитику Применительно к нашему университету Такие вот праздношатающиеся аналитики Особо облюбовали для себя Весьма популярную площадку комментариев Одного из крупных интернет-изданий И каждый маломальский текст В этом СМИ Упоминающий КФУ Они живо обрамляют Своими анонимными возгласами Доколе и репликами Типа «Все не так, все не те» И ректор во главе с ними Трудно сказать Много вот таких недовольных Или недостаточно информированных людей Стоит за этими комментариями Может, всего парочка авторов? А может, и вовсе нет? Совсем юные-то правдоискатели Или убеленные сединами Искренне переживающие За происходящие трансформации Коллеги по работе А может, и вовсе случайные прохожие Понять, услышать А возможно, и принять что-то На вооружение дельного и конструктивного Предложил на минувшей неделе Анонимным комментатором За жизнь КФУ Ректор Ильшат Равкатович Гафуров Предложил через удобную им же площадку Ну, то есть, в тех же комментариях Модераторы издания Надо отдать им должное Любезно несколько раз пропустили Для публикации текст приглашения С указанием конкретного адреса Даты и времени встречи Это был шанс Начать тот самый диалог Который все так ищут Снять в дискуссии Какие-то заблуждения, фейки И наполнить дальнейшее общение Возможно, совместными Конструктивными делами Во имя так любимого ими КФУ Итак, среда 10 февраля Намоленный всякого рода Откровенными беседами и встречами С разномыслящими спикерами Шоу-рум Высшей школы журналистских и медиакоммуникаций Прекрасная локация В самом центре города 16 часов Время уже не разрывающее Для многих рабочий день И что мы увидели? Двое в зале нас Я и ректор И тишина Итак, целый час Ректор честно ждал Возможно, кто-то испугался Дианона Не рискнул скинуть маску анонима Но не все же сразу Или этих всех действительно очень мало Или анонимы По факту люди на самом деле Весьма информированные И понимали, что их обнаружение Вызовет удивление Мол, и ты, Брут, ты же все прекрасно знаешь И чего так-то полощешь свой альмаматор Тут домыслы можно было строить разные Несколько человек, к их чести Уже позднее, когда постыдная для анонимщиков Информация появилась в социальных сетях Откликнулись и открыто попросили Определить новое время встречи Ибо просто, ну так случилось Пропустили информацию мимо глаз Ну, бывает, конечно Хотя надо признать, что традиционно Анонимные комментаторы имеют редкий дар Пропускать все не вписывающееся В их миропонимание Активно продолжая комментировать Все, что им кажется Больнее ударит по КФУ Благо, время появления каждого комментария Система изданий четко фиксирует И показывает всем читателям Открылось то, что и без того было ясно О чем уже много лет назад писали классики С которых мы начали Далеко не все реально хотят Что-либо менять Искать консенсус Помогать конструктивным советам Нести ответственность за свои слова Впрочем, последнее я сказал не для устрашения Никто никого к ответственности привлекать не собирался Но тезис Критикуя, предлагай Тоже никто не отменял Впрочем, ректор откликнулся на просьбы тех Кто все же предпочитает диалог И не далее, как на предстоящей неделе Он определит вновь время Для потенциально полезной встречи Которая может вылиться в действительности На полезный диалог На обозримую перспективу На этом можно было бы поставить точку В этой весьма показательной истории О диванных аналитиках Но Вдруг проснулся один анонимный Во всяком случае авторы так думают Телеграм-канал Самоназвание которого стоит Весьма недвусмысленное Тупой И опубликовал Внимание Анонимное письмо читателя Который оказался докой В неких универсальных Оказывается, есть и такие Правилах пиара Ответа на наезды Ну, про то, что это наезды Хоть признали Этот же автор Назвал университетские площадки Логовом И уж больно сокрушался Что не так хорошо звали на встречу При этом забавно Автор считает Что по его терминологии Махач Должен продолжаться на той же площадке Где начался А вот приглашать его надо было На некой другой площадке И не так Не знаю Может он на банкет намекал На хлеб соль Приглашение через все радиостанции страны Словом Обвинил в пиаре тех Кто не скрывая имен Готов идти на диалог И утух Ну просто милота Окончательно украсившая Всю историю Про желание Предложить Не анонимам А людям с чувством Собственного достоинства И с именем Которым они, надеюсь, гордятся Войти в созидательный дискурс Анонимный канал Анонимкой Заступался за анонимов Обозвав по имену Тех, кто не аноним Здесь, считай, все прекрасно Выводы делайте сами Всем доброго Любовь Универсальная энергия жизни Обладающая способностью Превращать злые страсти В страсти Творческие Это утверждал философ Представитель русского экзистентализма Николай Бердяев Именно творческие А в наших историях И совместные страсти К науке Стали началом Любовных А далее И семейных отношений Ко дню всех влюбленных Роза Зарипова Встретилась с двумя парами Для которых университет Стал не только альмаматор Но и Подарил любовь Мы возьмем растворчик золота Переопускаем шалочку И осадим его на наш электрод Ильвина и Анатолий Создают свой эликсир любви Она преподаватель химии Он студент-магистрант химического института Стать частью университета Предложила Ильвина Ему всегда нравилась химия Но при этом профиль его образования Не соответствовал этому направлению И в тот момент Когда он окончил бакалавриат И уже стал работать Я предложила Говорю, почему бы нет Почему бы не попробовать Потому что тебе так нравится химия Нравятся эксперименты Мне всегда была интересна химия Исследования Хотел составить эксперименты Те же самые А что касаемо химии Беспрекословно Вообще То есть у меня в этом области Опыта не особо много Химическая зависимость Друг от друга И от профессии Дает результат Гофиатовые ждут первенца И если в учебе И в работе Химия поддается обучению То в любви По их мнению Не все так просто Любовь Это Скажем так Такое Очень сложное Абстрактное понятие Но могу сказать точно Что вот для построения Нашей семьи Ну и в принципе Для любой семьи Это уважение В первую очередь Умение прощать Ну и соответственно Уступать Я считаю то Что любовь Это более такое Комплексное чувство Как собственно Не все так просто Как и в химии То есть И самое главное Чтобы это была дружба Моя жена Все-таки Мой лучший друг Свою формулу любви На протяжении 18 лет Создают и другие Преподаватели КФУ Семья Никитиных Познакомились Будучи студентами Университета Любили разговаривать То есть мы просто Могли сидеть Часами В машине Где-нибудь И просто разговаривать Вообще обо всем На свете Что происходило вокруг С тех самых пор Не расстаются Вместе работают И воспитывают Троих детей Счастливы Что профессия Одна на двоих Всегда есть что Обсудить О чем поговорить И главная возможность Понять друг друга Приходится иногда Работать 24 на 7 Но нам нравится Эта работа И муж Будучи работником Или сотрудником Университета Он понимает Эту работу Соответственно Понимает меня Поддерживает меня И мне от этого Хорошо То, что я могу Не бросать Свою любимую работу Иногда Мы спорим Но не сказать Что это прям Какие-то споры Это скорее Как Такие Ну небольшие Диспуты Это что-то Такое На уровне Консультаций Друг с другом Такими Семейными узами Любви И профессии Связана Не одна пара Преподавателей И студентов КФУ Университет Помогает раскрыть Не только Профессиональные навыки Но на примере других Приявить ценности Семьи Любви И верности Роза Зарипова Булат Садыков Алексей Румянцев КФУ Итоги недели Не забудьте поздравить Любимого человека 14 февраля Ему в любом случае Будет приятно А у нас на этом Все Итоги следующей недели Смотрите также На телеканале Универ ТВ В субботу Ровно в 20.00 До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин